Да, я был инициатором этих тенденций. Почему? Потому что наша экономика это финишное производство, высокотехнологичное. Мы от вас получали сырье, комплектующие и прочее. Если нам порвать в раз эти живые связи, мы уничтожили бы экономику. Как бы было потом, мы бы карабкивались сложно, трудно, что-то было, что-то не было. Но я на это не пошел, как человек земной, пришедший из той микроэкономики. Не макро-гайдаровской Чубайса, а микроэкономики. Я понимал, что такое разрыв. Да, я проинициировал это, но согласитесь, что все союзы постсоветские, всякие интеграционные проекты – это Россия. Она была в этом заинтересована. Ельцин обрадовался и постоянно меня поддерживал в этом плане. Да, 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 союз. Потом Евразес Путин предложил. И всегда Россия была инициатором этого. Так вот, если мы или кто-то в этот союз вступает, он что, вступает ради того, чтобы хуже было? Нет. А у нас с какого-то момента нашего союзного строительства и Евразесовского здесь все пошло вниз. И сегодня… С какого момента? Где что случилось? Где не срослось? Вы знаете, это постоянно было. Постоянно было. Вот год за годом сменилась у вас власть. И со времен, когда вокруг Владимира Владимировича прагматики образовались, рыночники, они считали, что да, ну что там, мы проживем без всех, в Беларуси нам не надо, пусть будем потихоньку-потихоньку ее там присылать. Экономика у них хороша, давайте цены на энергоносители повышать и так далее. Но не в этом главное. Результат сегодня – 9 миллиардов долларов в дефицит товарообороте. Так вот вопрос, что мы от этого получили? Что мы получили, что вы каждый раз, каждый год нас начинаете прессовать, завинчивая гайки, повышая цену. Александр Ильич, вы же договариваетесь каждый год. И в этом году договоритесь наверняка, уже договорились, как я знаю. Я уже говорил, как мы договорились, конкретных цифр еще нет. Нет. Контрактов нет. Сегодня, завтра, послезавтра. Да, да, да. Они должны быть, ну я надеюсь, будут, хотя опять с правительства некие сигналы идут. Нас жизнь должна заставить идти на определенные шаги, как это было до сих пор. Почему мы говорим, что многое сделаем? Мы же никогда не форсировали, не торпедировали ничего, фейков, гвалта не было вокруг этого, вот до этого момента. Поэтому вы абсолютно правы. Мы в спокойном режиме должны договариваться, а главное, показывать народу России, народам России. И народу Белоруссии особенно, которые, ну так трепетно относятся к этому суверитету и независимости, потому что там впервые в истории. Можете понять, вы, наверное, это чувствуете хорошо. Поэтому очень важно никого не отпугнуть, не создать основу, почву для разного рода провокаторов, драк вот этих, уличных боев за независимость и суверенитет. То есть надо спокойно над этим работать, а не вбрасывать в СМИ разного рода провокационные заявления. Только я не знаю зачем, но начинаю догадываться. Продолжение следует...